так абдула можно аккаунт смотреть давай какой твой аккаунт давай проанализируем хорошо так сейчас я туда так видно трансляцию экрана ребят напишите пожалуйста да разберем сейчас без проблем так давайте переходим смотрим я тимур владелец интернет-магазина давай сразу нахуй писать я тимур убери владелец интернет-магазина smack shop просто напиши основатель интернет-магазина либо просто основатель smack shop все надо воду отжимать воду так бытовая техника smack ok рассказываю о кухнях мебели техники хуй знает тебя это цепляет меня нет рассказываю кухнях мебели техники нахер мне подписываться узнавать о кухне напиши по-другому помогаю с выбором бытовой техники уже какая-то польза понимаешь уже по-другому за там помогаю сэкономить на покупке техники тоже польза какая-то для сотрудничества в директ ну это как бы типа этот привет и капитан очевидность можно это вообще убрать и так люди понимают что как вы с ним что-то нужно они тебя напишут лучше сюда телефон свой напиши либо email канал на youtube нахуй мне туда подписываться напишись call to action нормальный там на канале я рассказываю более подробно об этом там вот все я понимаю нахуй мне там приходи по этой ссылке дальше по по-по-по-по-по-по наполняет ванна панна плит по наполнению так чё тут я тут мое почтение дорогие подписчики устрем небольшой конкурс это так но это мотивашка понятно так здесь чем пишем сегодня как вспоминали школьные годы с другом не прополнился а где про кухню то можно да да я хотел комментарий как раз по поводу это типа вроде совета о кухнях обо всем нигде кухне так про честно от эльфа сколько же возможности дает эта компания для хозяев все подосмотно вода 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 буль-буль-буль-буль-буль дальше полный обзор уже на моем канале то есть ты взял такой тип подпишись на мой инстаграм человек подписался блять нажал думает сейчас мне как бы все расскажут а тут блять полный разбор на моем ютюбе только взял обломал чувака типа я не смотрю видео может там все конечно объясняется так дальше грозный стоит такой серьезный мужик частенько смотрю профили своих подписчиков и нахожу много интересного да да свяжу за вами блять я бы уже напрягся на этой фразе а так как я люблю путешествовать сразу глаза бросаются ваши фотки из каких-нибудь неизвестных некрасивых необычных мест если бы я был тёлкой я бы напрягся типа какой-то бородатый мужик лысый за мной наблюдает следить за моими фотографиями то есть это смешно конечно выглядит но блять вы иногда пересчитывать свой текст и думать а какую эмоцию она вызывает текст ради чего вы это пишет какая цель у вас какая цель из когда вы пишете текст вы должны править ради чего я пишу этот текст какая цель текст когда скажем занимался продажами и прочитал книгу шифмана там холодные звонки там конкретно написано что каждый у каждого звонка должна быть у каждого касания с клиентом должна быть определенная цель либо закрыть его на кп либо закрыть его навстречу либо продать ему вы должны конкретно четко понимать цель до звонка еще до написания текста вы должны понимать чё я это пишу я даю чеку пользу я вы развлекаю я ему даю не знаю там какой-то экспертное мнение после моего поста узнать больше о том-то о том-то понимаете чем говорю а здесь соответственно ты как бы что-то написал потом давайте сделаем так вы присылаете мне ваши фото опять какая-то замануха мотивашка дальше так вот вроде как про кухню вот что полезно должно чую я что эта штучка несколько или силе подойдет для подростков которые всегда собой гаджеты которые помогают ну я не назову это прямо каким-то экспертным обзором давайте видео посмотрим уважаемые подписчики это стерео у нас называется 3 это тоже для подростковая мебель какие отличительные есть особенности у нас здесь опять же доска для заметок это подсветка она заменяет настольную лампу три уровня мощности рассеивания света то есть на третьем уровне можно выключен вот смотри текст должен дополнять видео текст должен продать человеку чтобы он включил видео ты должен написать досмотри видео до конца и узнай то-то 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 прям тезисно дальше характеристики твоего продукта какую закрывает боль данный продукт то что ты написал здесь это вода реально по поводу видео опять же заказ под аля профессиональный продакшн не надо то есть ты либо и делаешь нативно для инстаграма либо делаешь охуенно для ютюба то что здесь у тебя сразу глаза разбегаются непонятно куда смотреть сначала как ты вот все как-то знаешь вот ну хрен знает как бы вроде и неплохо но ну не прям вау понимаешь дальше вот смотри ты здесь с пистолетом ну то есть как бы как-то объяснить да типа ты брутал ты молодец но как бы твоя целевая аудитория который хочет купить мебель она как бы задумается типа но это все равно что я блять не знаю где сделаю фотку блять с ножом в крови и блять о чем вы будете думать обо мне как о маркетологе как бы если я выложу эту фотографию ну то есть я понимаю да там как бы прикольно да но ты всегда думая как твоя аудитория к этому отнесется лишь все-таки публичная личность ну это как бы минус правда сорян надеюсь меня завтра не стрельнут вот опять же смотри вот у тебя здесь упаковка в плане продакшна в плане вот визуала здесь у тебя один цвет здесь блять другой цвет другой уже этот шрифт ну то есть как-то все блять ты либо в одном как бы стиле делай либо ну в разнобой ну опять же instagram должен быть с определенным каким-то брендингом то есть вот скажем у меня посты да они может быть отличаются по дизайну но у меня красной линии везде там либо значок лампочка либо такой молния плюс я шире всегда стараюсь побегать подбирать один и тот же чтобы у людей как бы все-таки общая картина они как будто бы журнал листают вот я создаю как вот контент и визуал инстаграма представляет будто это журнал где-то есть реклама где-то есть какая-то полезная статья где-то если рубрика какая-то интерес где здесь развлекушка какая-то но по сути он о в общем каком-то стиле и мать да так дальше вот очень важный момент вот когда мы брендинг и упаковку разбирали я говорил то что если вы продвигаете свой бренд через точнее свою компанию через свой личный бренд то вы как бы свой характер переносите на свою продукцию понимаете то есть вы должны понимать что вы то как будет продаваться ваш продукт если вы как бы продаете через личный бренд полностью зависит от вас как от основателя от вас в том числе человек который скинул мне данный аккаунт поэтому у тебя большая ответственность за себя за свою компанию за свою команду из-за своих продуктов из-за своих подписчиков вот ну такой значит типа аливерды но достаточно важная вот я надеюсь тебе помог ты не обиделся там все окей так давайте следующий ольга давай ольга погромче сделай себя вот мне нужно помочь шапкой наверное все таки потому что я понимаю что здесь не хватает лиц здесь ну раз ты скинула готовься к готовься к куче говна в общем так смотрим перспективы инвест а n перспективы инвест что такое n не ходит полностью агентство недвижимости то я уже говорю что ты мне скинул я говорю а n нахер убрать перспективы инвест тоже мне об этом ничего не говорит это не тот бренд который стоит вешать в шапку понимаешь то есть если бы это был какой-то бренд известный типа мидс там не знаю там еще там какой-то застройщик известно да но перспективы инвест для людей ну как бы ни туда ни сюда понимаешь я бы лучше сюда внес какой-нибудь у тп типа там за доступные квартиры для там жителей там того-то там за там дешевые квартиры в химке это лучше понимаешь чем блять перспективы инвест перспективы инвест она сама по себе не продает то есть это просто бессмысленное использование букв в шапке дальше все сделки с недвижимостью в городе челябинске челябинской области оформление ипотеки работаю со всеми жилищным сертификатом бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла нихуя полезно вообще просто ноль наш то есть нет никакой конкретики нет никакой полезности я не идти к вам они там за их вашим конкурентом наш причем написано все сделать здесь на юсси будет человек пиздец как важно челябинске челябинской области ну то есть ваш шапка должна продавать то есть она должна настолько к себе привлечь внимание чтобы человек остался и начал читать до конца то есть дальше шапка продала ты по сути каждым вот этим триггером оффером покупаешь у человека дополнительное время которое тратит на тебя если ты не смогла продать заголовком если ты не смогла продать описание профиля он не будет смотреть твои публикации каким бы они херенными не были но здесь они не охеренные конечно но вообще в принципе те говорю понимаешь то есть у тебя ничего не продает не количество подписчиков не описание твоего профиля не аватарка не твой контент как ну смысле вот миниатюры наш то есть это должно продавать как тебе это сделать зайди какому-нибудь застройщику где тебе нравится упаковка у вас было это задание сделай его реально у тебя проблема со вкусом либо у тебя либо у вашего дизайнера сделано там брена хуёво честно извини за мой французский реально хуёво сделано и поверь мне а упаковка особенно в недвижимости она пиздец как решает потому что люди они тратят очень большие деньги то есть несколько миллионов рублей они копят может быть целую жизнь на эту квартиру и для них это должно быть целое шоу это целое как сказать ну целое событие для человека купить выбрать квартиру понимаешь и именно из-за этого человек будет цепляться за каждый за каждый вот проеб в упаковке в словах там не знаю еще в чем-то потому что он будет пытаться найти в тебе изъян и оправдать себе не покупку квартиры потому что для него это любом случае стресс даже если он хочет купить эту квартиру даже если он хочет купить машину там если продаешь машину еще что-то дорогое да он вроде как хочет но психика у него настроена сделано так что каждый раз когда что-то будет покупать для него это боль для мозга это боль понимаешь и мозг будет пытаться избежать этой боли любыми способами ища вот эти вот недочеты везде они отчетов много поэтому я бы тебе посоветовал во первых не обижаться на меня а во вторых посмотреть просто упаковку которые есть на рынке тех компаний которые нравятся тебе которые крупные крупные игроки там в челябинске либо в принципе там в россии посмотри как они упаковывать я просто они прошли уже этот путь не все конечно не у всех там классная упаковка но большинства и они уже реально вот за тебя уже всю эту работу сделали они уже за тебя ввалили кучу денег там в дизайнеров фрилансер рекламные агентства которые они все это пилили 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 и выбрали вот это вот идеальное соотношение там визуала текста упаковки так далее просто возьми блять и скопируй если даже книга кради как художник все друг от друга пиздит это нормально вот я сейчас рассказал вам про график настроения будьте уверены через два месяца какой-нибудь не да блять маркетолог вылезет свой курс за 7000 рублей может быть даже за 70 где-то тоже это будет я к этому нормально отношусь вы к этому тоже даже нормально таки естественно идите и пиздите нормальной упаковки своих конкурентов если вам что-то понравилось записали сделали также никто ничего за это не сделает вот дальше а вот ребят давайте вот у аудитории которая собралась в комментариях вы бы сами кликнули вот на эти баннеры вы бы сами кликнули скажите почему давайте мы уже мы прошли с вами уже 5 тем почему вы не кликнули давайте отвечайте ребят мы с вами 5 тем прошли вы уже достаточно в этом разбираетесь сами напишите почему вы бы не кликнули сюда почему так да можешь открыть еще чтобы не ты поменял просто слайд закрыл вопрос только перед тем как скажу а это как сказать задание дизайнеру было или ольга или как человек зовут вот сама делала поле года делали все на коленке быстро потому что нужно было просто сделать я понимаю что это было просто сделано чтобы было да ну вот именно это она и я изначально сказала что да я все понимаю что посты там правильно оформлено и вопрос у меня был как раз по шапке да то есть как бы что сделать шапки изменения какие я в это получила единственное что я бы хотела сделать качественнее вы мы плане понимаете то есть давать человеку факты давать человеку цифры не квадратуру а конкретный результат что он получит скажем не знаю там у нас дешевле чем у конкурентов на один миллион рублей стоят квартиры там не знаю наши квартиры сделаны не из бетона там а из гипсоблей картона за что там лучше в этом не разбираюсь там в на в наши новостройки квартиру купила местная звезда челябинская за певицы какая-нибудь и возьмите мне интервью там за как у лидера мнений а давайте сделаем за этом экскурсии по нашей новостройки там давайте пообщаемся со строителями как они вообще там все там строят нет и там никаких нибудь этих там за дырок там либо недочетов пришли посмотрели все идеально и классно все взяли сняли одно возражение человека типа как он строится все вся эта новостройка потом за там взяли интервью какого-нибудь пацана который там заехал с мамой там купила квартиру спрашиваем пацана пацан там здесь есть школу куда куда ты хочешь да классно в новостройке есть школа я уже хожу с друзьями подружился нет никаких алкоголиков нет наркоманов мама такая успокоилась фу можно покупать в этом связано в этой новостройке дом дальше так артем английский язык по песням свободно заговорить по-английски легко запоминает сотни фраз разобраться в грамматике красивое произношение рисовать сама себе класс если бы ты сделал весь инстаграм вот был бы класс так ну вот в таком бы стиле если бы ты сделал весь инстаграм вот было бы классно что здесь произошло у вас сменился smm менеджер что ли вот здесь прям вкусненько выглядит классно что произошло-то у вас взломали аккаунт что ли в какой-то момент миниль менеджер но она видно блять увольте нахер вашего менеджера пиздец было все вкусно классно реально и ну вы сами видите ребята кто смотрит как здесь все было и как здесь как будто два разных аккаунта нахер вот это все удали пожалуйста лучше вообще ничего ничего не постить чем постить вот такую шнягу в плане вот визуала так по описанию все окей по визуал уже сказал дальше так кто-то не хотел еще так ольгу уговорить да ты моток татуаж косметолог тюмень и ну давай тюмень лицензия медцентр лицензия и так на лицензирный медцентр татуаж мастер чемпионы косметология премиум лазер апелляция обучение рассрочка телефон адрес ссылка куда ведет плинк ну привет канва узнаю шаблоны ольга ты выдаю такой монет да это да это вы ольга да да для так вот меня знать мне всегда был такой вопрос вот к салоном красоты там к этому татуажу садимся один там мини кирпе Я понимаю, да, что вы там делаете людей красивыми, но вот как думаете, не противно ли людям, блядь, смотреть на желтые зубы, жирные складки, хуевое лицо, как там, блядь, не знаю, там какая-то баба лежит, блядь, скручившись, ей там что-то хуярит там иголкой, вам как бы, не знаю, полуголую бабу, где там ей в сиську что-то колют. Как бы это вообще нормально телкам, как бы, или нет, скажите? Мне всегда было интересно, как бы, ну это не вызывает, наоборот, отвращение. То есть, скажем, предположим, я занимаюсь, не знаю, как, как, как называются врачи, которые геморрой лечат? Уролог. Предположим, я уролог, Макс Беловусов уролог. Я заходил, ну там, я завел свой инстаграм. И я, блядь, буду показывать крупным планом жопу, где я, короче, там, ну, занимаюсь урологией, да, как бы, вот так, окей, да, как бы, ну, или там, знаю, там, кого еще взять. Я врач-педиатр, я буду фоткать пиписьки детей, вот, все там, возьму, я же, я же педиатр, блядь, я же этим занимаюсь, почему бы мне не сфоткать, а процесс своей работы? Блядь, взял, сфоткал пипиську ребенка, сказал, вот, ко мне сегодня Сашка пришел пятилетний, взял, сфоткал, смотрите, ставьте лайки, комментарии, блядь. Ой, блядь, я не знаю, ребят, нахер убирайте, пожалуйста, не знаю, это лично мое мнение, но это ж бред, правда. Ну, то есть, продавайте результаты, так понятно, что нихуевые, не знаю, если вы продаете, не знаю, там, чай по похудению, либо как у вас в косметологии, ну, и так понятно, что к вам приходят с проблемой. Не знаю, если у женщин целлюлит, как бы, блядь, ну, показывать этот целлюлит, и, блядь, типа, там, до и после, я не знаю, ну, честно, ну, мне это отвращение вызывает, правда, я не знаю, правда, может, это продает, может, я ошибаюсь. Можно я подскажу, у меня просто опыт был заполнен. Та же самая мысль была, потому что там есть какие-то нити, я не помню, как они называются, и это выглядит, конечно, очень жестко. Отвращение просто, реально отвращение вызывает. Я начал ставить, сейчас же можно выкладывать не одну фотографию, а несколько, и, как правило, там же, ну, так и идет, что ты фоткаешь до, после, то есть, первую просто делайте красивую обложку, ну, то есть, по тематике, а дальше как раз оно уже и будет показано до, после. Таким образом, как раз эта нормальная эстетика сохраняется, и результат показывает. Блядь, я еще пример придумал, хотите, поделюсь до и после, блин. Фу, все. Сегодня очень веселое занятие. Водка Абсолют до и после, блин. Вот такой чувак там, ээээ. Ладно, все, не смешно на самом деле, так что-то я это. С педиатром прикольнее было. Не, еще я придумал, блин, как там коррекция глаз называется эта процедура? Лазерная коррекция глаз, короче, чувак такой слепой приходит, нихуя не видит, там, видео снимает, такой, до, до, короче, чувак до, Олег до, такой, знаешь, там, об стены шушебется, там, дойти не может до комбинета, там, не знаю, спотыкается. Потом ему глаза вставили, поздно, он такой, блядь, это ж моя жена, как я мог на ней жениться, блин. Вот это, блядь, вау-эффект просто, блин. Ладно. Так, сорян. Бля, мне кажется, люди, которые будут смотреть в складчине, вот этот семинар, подумают, я такой-то долбоёб. Ладно. Так, что там в щечке, дали что-нибудь? А ваш инстаграм какую-то пользу несет, или это только афиши мероприятия?